В Киеве блокировка любой альтернативной информации. Многие украинцы уверены в том, что на Юго-Востоке идет антитеррористическая операция, а на самом деле это братоубийственная война. Людей убеждают, что на их страну напала Россия, что нет тысяч военных, попавших в дебальцевский котел, что мобилизация идет на отлично, и все молодые люди призывного возраста с утра до вечера осаждают военкоматы и просят перебросить их на фронт. Поэтому некоторые эксперты думают, что эта информационная киевская война мешает остановить настоящую, гражданскую, на Юго-Востоке Украины. Эксперты довольно сдержаны в оценках перспектив новых минских соглашений, в первую очередь потому, что эти 13 пунктов жестко привязаны к реальной ситуации в Донбассе. И это очень серьезно расходится с иллюзорной картиной мира, в которую всего за год погрузилось украинское общество. Уже стало привычным, когда в обстреле Донецка и гибели мирных жителей обвиняют самих ополченцев, защищающих город. Вот фрагмент эфира украинского канала «Один плюс один». С утра в Донецке боевики обстреляли автостанцию, маршрутку и автобус уничтожили полностью. Водитель автобуса погиб на месте, второй умер по дороге в больницу. Есть также информация про троих погибших пассажиров, но официально она не подтверждена. Из градов боевики стреляли также по другим населенным пунктам, вдоль всей линии фронта. Но наибольшим разрушением подвергла сегодня Луганску область. При просмотре украинских телеканалов вообще не оставляет ощущение абсурда, когда они утверждают, что в Донбассе воюют регулярные российские части, а сами украинские военные это отрицают. На сегодняшний день мы имеем только факты участия отдельных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, граждан России в составе незаконных вооруженных формирований в боевых действиях. Боевых действий с подразделениями регулярной российской армии на сегодняшний день мы не ведем. Ложь стала государственной идеологией нынешнего киевского режима, и она уже не раз играла с ним злые кровавые шутки. Взять хотя бы ситуацию с украинскими солдатами в Донецком аэропорту. Пропаганда назвала их киборгами, видимо, за нечеловеческую стойкость, объявила героями. Там большинство из них и погибло. Командиры их просто бросили. А пропаганда еще долго утверждала, что аэропорт под контролем вооруженных сил Украины. Вот что говорят украинские солдаты, взятые там в плен. Я сам в этом убедился, когда нас взяли в аэропорту 21-го числа утром. А наше телевидение до 26-го показывало, что наши держат еще. Я понимаю, что 40 миллионов людей этого не знают, но пацаны, которые там были, они-то знают, что это ложь. Их задача не информировать украинских читателей, украинских зрителей о том, что на самом деле происходит. Их задача, это задача пропагандистов. Они как бы информационно накручивают гражданское население Украины на продолжение войны. Той же логике подчинена вся информация о ситуации с окружением большой украинской группировки в Дебальцево. После минских переговоров появилось ощущение, что о происходящем там президенту Порошенко его генералы докладывают, мягко говоря, не все. И он верит в то, что они заявляют перед камерами. Командные пункты в зоне проведения операции работают в штатном режиме, управляют войсками и выполняют свои задания. А что же с Дебальцевским котлом? Почему? С Дебальцевским котлом. Да нет никакого котла. Это выдумка тех, кто хочет, чтобы он был. То есть он не закрыт? Нет никакого закрытого. Люди поступают в подразделения, которые находятся в Дебальцево и поблизости. Им поступают патроны, боеприпасы. Есть поступление, взаимодействие. Работа ведется в штатном режиме. Проверить эти утверждения большинство украинцев не могут при всем желании. Зато это сделали российские журналисты. Вот кадры репортеров Комсомольской правды, побывавших в Дебальцево и пообщавшихся с ополченцами, захлопнувшими Дебальцевскую группировку в котле. Если раньше они с этой высотки оттуда все отвечалось, а теперь уже там тишина. Мы это двинули их дальше. Ситуация с Дебальцево, похоже, в точности повторяет трагедию Иловайска, когда за реляциями о победоносном шествии украинской армии генералы прозевали окружение и разгром огромной группировки. Украинский журнал Тивжин напрямую обвинил генералов в том, что пропагандисты специально меняли карты положения дел на фронте. Вот цитата. В средствах массовой информации систематически распространяются сообщения и карты информационно-аналитического центра СНБО о ситуации на востоке страны. Длительное время они были более или менее точными. Но именно с 13 августа начинают, назовем вещи своими именами, врать. Напомним, что в Иловайском котле оказалась группировка не меньше Дебальцевской, численностью от 5 до 10 тысяч военнослужащих с артиллерией и бронетехникой. Лишенная снабжения и брошенная командованием, она вскоре была уничтожена ополченцами. Тысячи человек погибли, другие сдались в плен. В то время как официальный Киев до последнего отрицал сам факт существования этой проблемы. Тогда надо было немедленно бить тревогу, организовывать под администрацией президента пикеты, требовать решительных действий. А в интернете, наоборот, наши военные эксперты начали размещать удивительно насмешливые описания с рассказами о быстрой победе над Ваттоколорадами. Почему подобное вот-вот повторится с Дебальцевской группировкой, понять несложно. Признав катастрофические поражения, киевскому руководству придется объяснить обществу причины того, что мобилизация провалена, что украинцы, несмотря на пропаганду, не хотят убивать своих соотечественников, что боевой дух армии, воюющей из-под палки, крайне низок. И что до многих солдат уже дошло, что это никакая не антитеррористическая операция, а братоубийственная война. Все, кто это знает, неправильно умалчивают. Кто не знает, тому надо объяснить, что ситуация здесь. То есть здесь такие же люди, как и с той стороны. Точно такие же, так они в намного худших условиях, потому что они теряют близких, каждый теряет родных. И как оказалось, украинские военные в Дебальцево вынуждены черпать данные о реальном положении дел на фронте не от командиров в Киеве, а из российских СМИ. Сайтов российских информационных агентств или просто российских СМИ. Причем самое, что интересно, получают не только рядовой состав, но и офицерский состав, командный состав. Потому что Украина в плане информационном, это такое, значит, собрание лжи и фейков. Правду найти невозможно. Все это явно раздражает киевскую власть. Там стараются полностью перекрыть любые возможности получения альтернативной информации. Вот, например, сегодня Верховная Рада приняла решение лишить аккредитации всех российских журналистов на территории Украины. Основной целью принятия этого постановления является обеспечение информационной безопасности Украины, предупреждение информационных угроз, а также защита прав граждан на получение информации. После ареста и обвинения в измене Родине украинского журналиста Руслана Кацабы, выступавшего против мобилизации, можно говорить, что фактически на Украине вводится жесточайшая цензура по северокорейскому типу. То есть речь идет уже не о фильтрации новостей и сообщении о том, что любая информация, расходящаяся с позиции руководства, может быть сочтена вражеской пропагандой с соответствующими последствиями. Но, похоже, несмотря на то, что Киев все туже закручивает пропагандистские гайки, шило в мешке не утаишь. По данным соцопроса компании Research and Branding Group, проведенного с 26 по 6 февраля, уже более 40% жителей Украины подозревают, что украинские СМИ рассказывают о событиях на Донбассе далеко.